Постоянные зрители программы Музея России знают, что периодически наша съемочная группа посещает так называемые живые музеи, чтобы рассказать вам об уникальных обитателях планеты Земля. Стандартные зоопарки я бы сравнила с классическими музейными экспозициями. А вот интересно, есть ли среди живых музеев аналоги интерактивных детских экспозиций? Оказывается, есть. Они называются контактными зоопарками. Эй! Контактный зоопарк – это понятие отечественное. В советское время, как известно, практически в каждой школе были живые уголки, где дети могли общаться с миром фауны. По сути, контактный зоопарк – это тот же живой уголок, только расширенный. Контактный зоопарк «Зверюшки, как игрушки» появился в Москве одним из первых. В нашем городе достаточно мало общения происходит и с животными, и вообще с окружающим миром. Те же деревья на улице очень редко можно встретить. А в принципе у каждого учредителя, у каждого директора наших зоопарков имеются дети. Не в теме можно позволить животных держать дома, обстоятельства не позволяют или еще что-то. Ну и как следствие, вот и родилась идея, но не только для своих детей, но и для всех окружающих. Плюс ко всему мы планировали именно развивать и развиваем социальную программу. То есть мы работаем с детскими домами, да, мы работаем с детьми с граничными возможностями. Вот только представьте, что вот для слепого ребенка, да, такой вот пощупать, погладить вот это вот теплое, нежное, такое аккуратненькое, пушистое. Вот. В связи с этим как раз вот и начали проектировать, думать как, что, где. И вот зародился контактный зоопарк. Помимо социальных групп, постоянными посетителями контактного зоопарка «Зверюшки как грушки» являются жители соседних домов и улиц со своими детьми и школьники из окрестных школ. Что касается животных, здесь обитают только те, которые могут сосуществовать с людьми. Многие из них относятся к домашним питомцам, просто экзотическим. Однако встречаются в контактных зоопарках и настоящие хищники. Они безопасны, поскольку рождены в неволе и с детства приучены к людям. Но вот безопасны ли люди для животных? Особенно дети, которые не могут пройти мимо вольера или клетки, не погладив животное. Для этого у нас как раз существуют смотрители и волонтеры. Волонтеры – это дети, которые после школы в свободное время приходят к нам, ухаживают за животными, подметают, кормят и ведут всяческую деятельность. Кто-то берет какого-то питомца себе на попечение и каждый день приходит, следит за ним, что он кушает, как он кушает. И, как следствие, они приходящим детям рассказывают, как себя правильно вести в зоопарке. И следят за тем, чтобы не пережимали, не вели себя агрессивно. Ну и смотрители, само собой, тоже за этим наблюдают. Мы очень заботимся о наших животных. У нас есть карантин, когда очень много народа, например, и они просто перекормлены. Животные – они же маленькие дети. И вот для них морковка и яблоко – это то же самое, как для наших детей конфетки. Поэтому много тоже не даем. Мы их откладываем в специальные вольерчики, они там отдыхают. И потом снова возвращаются с детям. Последнее время контактные зоопарки стали очень популярным видом досуга. Они появляются в разных районах Москвы. А у московского контактного зоопарка «Зверюшки, как игрушки» существует целых два филиала в Подмосковье. Но сегодня мы побываем на экскурсии в самом московском контактном зоопарке. Этот сонливый и удивительный зверек семейства Куньек называется Хорек. Сейчас, в принципе, нет ничего необычного. В хорьках они очень распрослонены стали, как домашние животные. И все дело из-за их необычного темперамента. Хорьки очень игривые, они хорошо приучаются к порядку, ходят в одно место, в лоточек дома. То есть, в принципе, их можно держать, как кошек. Клетка им обычно нужна только на первое время, пока они не привыкли. Самое интересное – это, пожалуй, их расписание дня. Хорьки, несмотря на то, что очень активные, очень много спят. И выражение спит, как хорек, очень точное. Когда хорек спит, с ним можно делать все, что угодно, и он может даже не проснуться. На данный момент у нас очень сонный хорек. Он зевает, его можно положить на плечик, и он будет дальше вот так вот спать. Вот. Ну, как только он выспится, проснется, это будет настоящий ураган. Маленький и длинный. Еноты – животные не менее активные. Увидеть их вот в таком сонном состоянии – большая редкость. Обычно еноты не стесняются посетителей. Они по-хозяйски заглядывают в сумочки к девушкам и в карманы к мужчинам в поисках игрушек или еды. Не смещают этих животных даже телекамеры. Еноты – это хищники, поэтому и в зоопарке у них лакомство, их основной корм – это корм для тех же щенков. Так как желудок у них не сильно отличается, опять же, от собак. Еноты, так как вообще очень всеядные ребята. Вот. У них из особых лакомствах – они очень любят бананы, виноград очень любят. Обезжиренные творожки – у них самое любимое тоже лакомство. Но это, конечно, дается лично смотрителями, не посетителями, потому что это, конечно, тоже надо регулировать. Полоскуны, они, конечно, из-за своей природной особенности – все мыть. Они моют все, они моют кусочки еды, они моют игрушки, если новые... Деловое животное. Вот. Если им приносится новая игрушка, то, естественно, первое, что он делает еноц – это игрушка. Он несет ее в свой прудик и начинает мыть. Вот. Еноты очень игривые, очень любят компанию. Еноты из семейства, пожалуй, практически единственные, которые впадают в спячку. В спячку они могут впадать, набираясь компаниями, собираясь компанией до 10 енотов, собираться в дупло. Поэтому, в принципе, можно их назвать очень компанейскими ребятами. И, кажется, у меня сейчас отнимут миг... Лиса Чернобурка живет по соседству с енотами. У этих животных можно найти много общего. И еноты, и лисы – это хищные млекопитающие. Как и еноты, Чернобурка ест корм для щенков. Но если енотов могут кормить под надзором смотрителей посетителей зоопарка, то к лисе в клетку заходить могут лишь сами сотрудники зоопарка. Все-таки животное это дикое и хитрое. Впрочем, смотрители утверждают, что на самом деле Алиса – очень дружелюбная лиса. А ее любимое лакомство, как и не странно, – яблоки. А вот о любимом лакомстве суриката, благодаря мультфильму «Король лев», знает каждый ребёнок. Эй, вот подходящее место, чтобы заморить червяка. Эй, на вкус как курятина. А это редкий деликатес. Пеканно, и корочка хрустящая. Если вспомнить как раз таки мультик, Тимон очень любил жуков. Это совсем недалеко от правды. Суриката ребята насекомоядные. В рационе также присутствуют и влажные корма, зелень. Очень любят они салатик. Яблочки, огурчики – очень влажные такую вот еду. Есть у них одна интересная особенность. Так как они пустынники, они живут в более засушливых местах. У них… Да, да. Господи. Совсем чумачечие животные. Вот. Если присмотреться, на передних лапках у них довольно длинные коготочки. Это не потому, что мы их не стрижем, это у них от природы. Этими коготочками они прижимают, как бы ловят в клеточку насекомое. А дальше они очищают обычно о песок ее. То есть они валяют по песку, еда очищается, и после этого они съедают ее. Эти, конечно, не из природы. Эти выведены в домашних условиях. Но, тем не менее, этот рефлекс сохранился. Из-за этого пришлось убрать опилочки. Потому что, конечно, о песок, может быть, они очистили еду, но никак не об опилке. Эти, если присмотреться, у них довольно крупные зубы, челюсти очень сильные. В принципе, это предназначено для того, чтобы разгрызать твердую хитин насекомых. Так как в природе они питаются вплоть до скорпионов. Они не особо восприимчивы к яду. А живут они обычно группами. То есть по одному их содержать, конечно, нельзя. Это нежелательно. Животное групповое, и в одиночку оно будет сильно тосковать. То есть как минимум у нас парочка девчоночек. В другом зоопарке у нас парочка ребят, парней. Мы их периодически меняем, чтобы в дальнейшем они разводились. Ребята, конечно, очень любопытные. Когда посетители заходят к ним в вольер, присаживаются на стульчик, они подвергаются тщательному досмотру. Они и на коленки залезут, и в сумку залезут, и посмотрят. Особенно интересна у них стойка. Их знаменитая, когда они встают с ровной спиной, вот так вот лапки на животике. Хвост делает упор, и они вот стоят, у них обозревающая поза. Они смотрят на приближение врага в природе. А в этом открытом вольере живут декоративные ушастые ежи. Любители сверчков, саранчи и мучных червей. Однако самое любимое лакомство ушастых ежиков – личинки жуков. Посетители контактного зоопарка могут услышать, как ежики чавкают от удовольствия во время приема этого вида пищи. Кстати, ежики не любят делиться с едой с собратьями. Иногда по поводу добычи у них возникают настоящие драки. Ушастый еж – один из самых распространенных экзотических домашних питомцев. В отличие от своего лесного собрата, еж-пустынник не является переносчиком инфекций, не имеет запаха и быстро привыкает к людям. Впрочем, у ушастого, как и у обычного ежа, есть одна особенность, которую можно отнести к недостаткам. Дело в том, что эти ежики – это больше ночные животные, поэтому активные они, к сожалению, очень активные. Они где-то в часы самые ранние, часов в 10 они еще бегают, и в самые поздние часы они все просыпаются, они знают, что их сейчас будут кормить. А днем у них, как правило, такая интересная смена. Все ежики спят, а один будет носиться вокруг столба. Это вот часто уже подмечено, потом ему встает, он ложится спать, просыпается. Другой ежик, и у них смена такая, второй начинает носиться. Вот. Характер у них, конечно, очень удивительный. У каждого свой ежик, ему уже могу различить, так сказать, в лицо каждого. От обычных они отличаются, во-первых, размерами. Вот у меня на руках взрослый ежик, он уже особо крупнее не будет. Вот. Потом, в отличие от наших ежиков, у них довольно длинные ушки. Собственно, почему они и названы ушастые. Плюс спинка иголочки у них не настолько колючие, их меньше. У них очень мягкая, пушистая брюшка и очень длинные лапки. Задними лапками они могут почесать у себя и за ухом. Кстати, почесываться они очень любят. Иголочки все-таки колкие, это не такая, как шерсть, и особо там ни обо что не потрешься. Поэтому они периодически развлекают посетителей тем, что высовывают свою длинную лапку и начинают себя чесать. А вот этих животных часто принимают за близких родственников ежей. На самом деле, дикообразы – это крупные грызуны. Их колючки – это видоизмененная шерсть, которая, тем не менее, способна испугать природных врагов дикообразов. Сами же животные довольно безобидны. Эти необычные обитальцы поселились у нас абсолютно недавно. Это дикообразы. Дикообразы очень интересные, контактные животные. Но пока, конечно, у них период адаптации, посетители к ним не заходят. Но, тем не менее, потихоньку лично мы стараемся приучить их к людям. Вот тут две самочки дикообразов. Одна из них очень контактная. Она сама подходит, сама нюхает, очень активная. Очень интересный их способ самозащиты, который известен, пожалуй, всем. То, что так называемый выстрел иглами. На самом деле, это не совсем так. Они не прям стреляют, не прям это в разные стороны. Просто при приближении врага они резко вскидывают иголки в разные стороны. Так как иголки это та же самая шерсть, которая имеет свойство линять, даже в каких-то небольших моментах. От этого резкого вскидывания иголок некоторые иголки, бывает, вылетают, и получается так называемый вот этот вот выстрел. Так, на самом деле, ребята очень интересные. Поведение у них очень интересное, если их лишний раз не тревожить. Вот, даются погладиться по чуть-чуть, да, вы мои хорошие. Близкими родственниками дикобразов являются морские свинки. Они живут в соседнем вольере вместе с кроликами. Морские свинки – грызуны достаточно крупные и спокойные, поэтому дети обожают играть с этими послушными зверьками. А вот кролики более активны. Ребята с удовольствием наблюдают за их скачками по вольеру. Сейчас нужно будет играть очень честно-честно. Надо будет вытянуть ручки ладошками вниз. Глазки честно-честно, зажмурить-зажмурить сильно-сильно. Нет. Я буду давать вам с закрытыми глазами погладить животное. Вы должны будете угадать, не подсматриваясь, что это за животное. Готовы? Да. Ну тогда честно-честно зажмурились-зажмурились. Ага. Так. Зажмурились-зажмурились-зажмурились-зажмурились. Кто это? Ёжик! 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 Правильно, ёжик! Ёжик! Правильно, ёжик! Тихо, не хватает! Кролик! Кролик! Правильно! Посмотрите, какой ушастый! Красивый, красивый кролик! Эта игра – одно из многих заданий-квестов для школьников. После череды испытаний дети должны найти клад. Чтобы его отыскать, нужна карта. Части карты спрятаны в вольерах у животных. А чтобы их разыскать, нужно справиться с заданиями пирата. Самое главное, что в процессе игры дети знакомятся с экскурсионным материалом в полном объёме. Сейчас у меня на руках, пожалуй, один из самых любимых зверьков маленьких детей. Потому что они очень мягкие. Шубка у них необычайно мягкая. Это шиншилки. Грубо говоря, это горные белочки. Конечно, шиншилы – это отдельный вид, но ближе всего они к белочкам. Живут в горах. Зверьки к нам приехали из Америки. И сейчас очень популярны, как домашние животные. Потому что они и красивые, и активные, и очень контактные ребята. Единственная сложность заключается в том, что им нельзя есть влажные корма. Из шиншилы можно только сено, сухие специальные корма для шиншил. Немножко орешков, немножко можно метку. Но в качестве лакомства совсем капелечку, пару капелек в месяц. Ребята очень активные, очень интересные. В принципе, нет, пожалуй, ни одного ребенка, кому бы этот зверек не понравился. Из-за своей очень милой мордашки, больших усов и этой потрясающей мягкой шубки. А вот эта звезда контактного зоопарка зверюшки, как игрушки, декоративная американская лошадка по имени Кнопочка. Лошадка очень любит общаться с людьми и с удовольствием выполняет трюки, например, кланяется. Конечно, не просто так, а за любимое угощение – морковку или яблоко. В соседнем с лошадкой в вольере проживают другие декоративные сельскохозяйственные животные. Это наши небольшие камерунские козочки. Это уже взрослые козочки. Да, моя хорошая. У меня здесь есть особо любимая козочка, наша рыженькая. Она очень любит, когда я ей массирую спину. Это она менее такая вот контактная. А этой вот прям нравится. Даже вот когда никого нет, я захожу к ней в вольерчик, и она встает, начинает головкой мне ручку подталкивать, и вы массируй меня. Вот такой небольшой легкий массаж для козочки. Иногда вот в качестве расслабления, скажем так, после тяжелого рабочего дня с детьми. О, да, как тебе нравится, да. А тебе бы только лакомство, скажи. Вот ты, моя хорошая. В принципе, все они очень любят, когда с ними очень нежно и ласково обращаются, без резких каких-то движений. Более скромные жители нашего этого загончика – это наши декоративные барашки. Тут у нас мальчик, которого зовут Ламберт. Он, пожалуй, самый бойкий из этой парочки. Овечка очень стеснительная. Их, конечно, часто побаиваются, опасаются, потому что рога, конечно, особенно маленькие дети, они, получается, с ними где-то рядом на уровне. И, конечно, они не кажутся настолько маленькими. Поэтому часто задают вопросы, что они бодаются ли там. Ну, единственное, что они могут – это привстать на посетителя, пытаясь попросить кусочек лакомства. Но в этом как бы нет ничего страшного. Ну, скажи, нам сейчас лениво. Лениво нам, мой хороший, на яблочко. Также могут испугать посетителей контактного зоопарка страусы. Ведь они отличаются от основной массы питомцев своим размером. На самом деле, это ручные, дружелюбные, общительные птицы. Однако умными этих птиц не назовешь. По объему мозг страуса даже меньше, чем его глаз. Тут у нас два вида сов. На данный момент у меня на руках сова-сипуха. На веточке рядом со мной сидит ушастая сова. Сипуха – это наша европейская сова. По мне, она так одна из самых интереснейших и красивейших сов. Это молодой совенок, самочка. Интересны сипухи строением своих лап. В отличие от многих других сов, у которых пальцы расположены 2-2, сипухи имеют способность менять свои пальцы и ставить их как и 2-2, так и 3-1, как у большинства птиц, во зависимости по ситуации. Также у сипух очень интересно строение лица. В полете, когда сипуха охотится, она расправляет перья, получается лицо по форме такой уникальной тарелки для приема сигналов. И звуки она улавливает гораздо лучше, чем какие-либо еще совы. Ну, плюс, конечно, окрас у нее очень необыкновенный. Очень красивые широкие крылья. Так вот мы осторожненько расправим. Оперение у нее очень, конечно, красивое. В то же время, как вот наши ушастые совы, у них оперение предназначено, чтобы маскировать себя под дерево. У них очень интересная защитная реакция. Когда они видят, что врага можно напугать своим размером, они раскушаются, стараются показать, что они очень большие и страшные. Если же враг гораздо превосходит по размерам, он понимает, что легче спрятаться, чем напугать врага, она наоборот вытягивается, поворачивается боком и превращается в подобие сухой веточки. Совы – это хищники. Эти птицы откажутся от яблок и морковки из рук посетителей. Ведь каждый вечер после закрытия зоопарка их ждет настоящая самостоятельная охота. А вот волнистые попугайчики никогда не откажутся от лакомства. Однако это очень хитрые птицы. Они не будут есть из рук, а дождутся, когда посетитель, устав, бросит зерна на пол. После этого попугаи сразу же слетятся на обед. Наш прудик с установленным туманогенератором служит естественным увлажнителем воздуха. Так как основной подстилкой у животных являются опелки, воздух бывает довольно пыльным. Подобный же прудик с туманогенератором, с фонтанчиком, он несколько увлажняет воздух, не дает ему быть сухим и пыльным. А также это одно из самых спокойных мест в зоопарке. Около него очень любят садиться уставшие родители, наблюдать за рыбками. Рыбки у нас тут в основном карпики, кои, золотые рыбки, которые очень ярко и необычно смотрятся в любом прудике. Также есть небольшая стайка гуру-руфу для, скажем так, тех, кто любит без разрешения опускать руки в воду. Детишки обычно несколько пугаются, но им потом становится весело. Гуру-руфу – это рыбки, которые объедают кожицу с рук. Поэтому, когда рука опускается в прудик, они обычно налетают, начинают так интересно пощипывать. Это щекотный несколько. Дети сначала пугаются, лишний раз руки вплыв не сует, что, конечно, не рекомендуется. Но и в то же время им потом становится весело и интересно, как бы какой-то вот такой тоже необычный контакт. Пруд – это не только место отдыха, но и место активных действий. Здесь дети собираются после квеста, чтобы выполнить последнее задание – собрать из кусочков целую карту и узнать, где же спрятан клад. Заканчивается программа мастер-классом по изготовлению флажков. А еще в контактном зоопарке «Зверюшки, как игрушки» проводятся мастер-классы по лепке и рисованию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok